Доброе утро всем! Так, давайте проверим связь. Хорошо ли меня видно, слышно? Не лагает там ничего. Слышно, видно, замечательно. Вот, ну супер. Значит, давайте план на сегодня у нас... Супер, слышно, видно, хорошо. Значит, план на сегодня у нас такой. У нас сейчас будет одна пара лекций, потом у вас будет практика. Ну, собственно, те, кто читали анонс в Телеграме, там видели, что у нас сегодня будет практика. В общем, а на, соответственно, лекции, вот на этой первой паре мы продолжаем говорить про какие-то совсем базовые, там, плюсовые конструкции. В общем, ну, как бы, с чего-то надо начинать. Вот мы начинаем с самых простых вещей. В прошлый раз мы говорили про... По сути, успели только про интегральные типы сказать. Вот, поэтому сегодня, наверное, будем какие-то более сложные конструкции с типами обсуждать. Так, ну, давайте начнем. Ну, значит, наверное, я начну с чего-нибудь совсем простого. Ну, наверное, одним из самых простых пользовательских типов, которые можно себе представить, является Enum. Ну, предположим, что у нас, если у нас есть, скажем, допустим, у нас в программе какая-нибудь штука, не знаю, нам надо похоронить цвет. И цвет бывает, там, не знаю, трех видов. Давайте только сохраню, чтобы оно раскрашивалось. Цвет бывает, там, не знаю, трех видов. Красный, зеленый, синий. Вот, соответственно, Enum. Ну, проще показать, как ими пользоваться. То есть у нас есть функция, которая принимает color. Мы, соответственно, можем взять и вызвать такую функцию. Вот. То есть в каком-то смысле, ну, это такой пример. Что позволяет делать Enum? Он позволяет завести тип, который может принимать вот одно из нескольких значений. Каждому этих значений мы какое-то отдаем название. Ну, и дальше им вот так вот пользоваться. Значит, я бы, наверное, здесь мог сказать, типа, зачем это нужно и тому подобное. Но я, наверное, спрошу у вас. Как бы, может ли кто-нибудь сказать, зачем могут понадобиться такие вот штуки? Зачем могут понадобиться Enum? И почему не написать, не знаю, ну, здесь, наверное, какую-то альтернативу стоит предложить, да? Можно сказать, ну, у нас же есть, там, не знаю, там, типа, int, например, да? Мы можем сказать, что у нас там, не знаю, ну, это пример номер один, да, как бы. Можно сделать, ну, что-то, типа, пример номер два, да? Сказать, что red у нас это 0, green у нас это 1, blue у нас это 2, функция принимает int, ну, и, соответственно, main effort red. Вот, почему стоит, чем хуже так, от так? Значит, давайте так, давайте в чате почитаем. Значит, я буду не по порядку, я буду просто те, которые проще прокомментировать. Значит, здесь в чате пишут, что у них могут быть методы, у них не могут быть методы. Значит, ну, да, значит, да, то есть, в общем-то, в чате, ну, пишут, в общем-то, все правильно, все по делу. Значит, давайте я скажу, как бы, ну, как я понимаю, да, я вот выделил бы две причины основные. Первая причина – это типизация, которая помогает нам, скажем, не перепутать. То есть, вот представьте себе, что у нас функция, которая принимает, там, не знаю, 3 таких int, да, и, как бы, понять, ну, там, какой, в какой, ну, здесь, конечно, можно написать именно параметр, да, но, условно говоря, если мы ошибемся и передадим не тот элемент в не тот параметр, да, то у нас компилятор никакую нам ошибку не скажет ничего, да. Если же мы скажем, что это у нас на самом деле color, а это у нас, я не знаю, там, pen type, а это у нас, я не знаю, там, brush type, да, там, типа, тип обводки, тип заливки, да, то, соответственно, ну, сразу понятно, как бы, ну, во-первых, понятно, чего они означают, вот так понятно, как бы, если туда, как сказать, мы передадим не в тот параметр, не тот ином, то мы получим ошибку компиляции. Вот, то есть, это, как бы, типизация. Вторая функция, я бы сказал, что это такая функция, ну, что-то типа документирующая, да, то есть, когда мы смотрим вот на такую штуку, то то, что этот, ну, red, green, blue, наверное, можно догадаться, что они как-то между собой связаны, да, вот, а если что-то чуть более хитрое, то, на самом деле, вот этой связи может, ну, как-то и не бросаться в глаза. Вот, и когда мы видим вот так вот, что он не сгруппированный в один ином, то мы понимаем, что это, ну, как бы, элементы одного сорта, да. Как бы, есть у иномов еще всякие, я не знаю, как бы, бонусные ништяки. Давайте я вам покажу вот такую вещь. Наверное, вот эту штуку. Совершенно недавно Проскакивала на реддите. Сейчас, в чате пишут, с Ява различия есть, у Ява у них есть метод. Смотрите, я не специалист, я не специалист по Яве, поэтому я не могу вам на 100% сказать точно. Могу ошибаться, мне казалось, что там иномы – это что-то вроде указателей. То есть, это как указатели на объекты. Вот, а здесь это просто числа. То есть, вот, ну, условно говоря, color, да, ну, когда мы его используем, это просто, как бы, чиселка, которая может, ну, принимать значения вот. Вот, такие вот значения. То есть, ну, я, ну, мне, как бы, тяжело сравнить, потому что я не специалист в том, как там это работает. Ну, смотрите, вот такой пример, то есть, ну, пример, что чувак пишет. Чувак пишет, что в некоторых случаях, да, как бы, ну, нам достаточно, скажем, булового параметра. Вот, как он показывает, там, например, какой-нибудь setDone от true. True, false. Да, то есть, в этом случае бул работает нормально. Или какой-нибудь, там, не знаю, isDone тоже. Бул работает совершенно нормально. А вот, например, пример, когда бул работает не очень хорошо. Например, если мы говорим, там, не знаю, showWindow true. Вот что вот этот true означает? Вот, нам надо, как бы, ну, когда мы читаем вот эту строчку, то нам надо как-то понимать, что там за сигнатура, что там за параметр, да, то есть, там, showInforGround, например, да, что на самом деле это означает. Вот. Но если мы даже вот такой вот просто бул заменим на инум, да, по сути, ну, как бы, понятно, что бул имеет два значения, что такое инум, в принципе, имеет два значения, да, вот, то, как такая документация, вот, когда мы видим код, да, мы видим, что showWindow, foreground, и там подобное. На два метода разбить надо. Что вы имеете в виду? Так, вопрос в чат. Что означает два двоеточия? Два двоеточия означает, как бы, что мы заходим, ну, типа, внутрь вот этого колора, да, то есть, вот, то, что у нас внутри колора. Так, вот эти реды, они, типа, внутри. Так, showWindow, hideWindow. А вот, а вот и нет. Собственно, да, вот здесь вот действительно бывает такое, да, что, что showWindow и hideWindow, да, делают, типа, булового параметра, но вы видите, что здесь параметр в этом примере, например, не такой, да. Здесь вот этот бул, он говорит showInforGround, что именно, типа, в поддержке всех остальных, да, ну, или, что там означает, фореграунд. Поэтому здесь, ну, наверное, если разбивать на две функции, то они бы были такие, типа, show простоWindow и showWindowInforGround. Наверное, здесь такие две функции будут. Вот. Но это, как бы, когда у вас один буловый параметр, да, это прокатывает. Вот, когда у вас, скажем, там буловых параметров, я не знаю, три, то вам уже тяжеловато, да, то есть вы же не будете делить на, я не знаю, там, на восемь разных функций, да. Вот. Ну, вот я могу сказать, да, что я... Опции запилить надо. Так. Давайте чат прочитаем, потому что у нас... Так. Окей. Ну, короче. Вот. То есть даже для таких вот, короче, подытоживая, да, скажу про это все, что даже для таких вот простеньких вещей, как казалось бы, да, ну, когда у нас просто два стейта, да, то можно же просто достаточно быть була, все равно в некоторых случаях, как, ну, как часть документации, наверное. Вот. Ну, типа вот таких случаев, да. Бывает полезно иметь генумы. Значит. Окей. Давайте... Здесь несколько было в чате писали, значит, что инт может не хватить. Ну, смотрите, да, на эту тему здесь скажу такую вещь, что вот генумы, они как бы, ну, просто чиселки в каком-то смысле, да, то, как они внутри сделаны. И вы, в принципе, можете указать, на основе какой чиселки вы хотите этот генум сделать. То есть, ну, здесь сразу скажу, да, что аргументация что-то типа, что инта не хватает, наверное, если вы будете там, ну, 4 миллиарда, то вряд ли вы значение перечислите, да. Но бывает, что генумы используют, например, как наборы битиков. Соответственно, мы можем указать, например, если нам нужно там, не знаю, больше битиков, мы можем указать на основе какого типа построить вот этот генум. То есть, мы можем сказать, что мы, например, хотим наоборот, там, типа на основе шлищеробитного числа. Или, наоборот, нам нужно маленький генумчик, поэтому мы можем int8t. Так, вопрос в чат. Здравствуйте, вы будете рассказывать про шуму проективностных лекций? Скажем так, во втором семестре там немножко эти штуки упоминаются. Ну, там, где мы с этим сталкиваемся, я не знаю, там, типа, какими-нибудь визиторами, еще чем-то. Но я не называю это вот прям так. Я просто говорю, что вот, смотрите, вот такая конструкция называется визитором. Да, я как-то не... не делаю на это упор. Так. Значит, окей. Значит, с инумами... Ну да. Значит, про разницу точки, двоеточие, двоеточие и стрелочки мы скажем чуть-чуть попозже, поэтому давайте сейчас. Значит, давайте следующую, следующую тему. Значит, следующая конструкция у нас это структуры. Ну, наверное, проще с какой-нибудь с какой-нибудь такой структурой. Ну и, соответственно, дальше пользоваться ими можно примерно следующим образом. Да, там, я не знаю, там, point. Если нам нужно обращаться, мы обращаемся вот так. Значит, зачем это нужно? Что это такое? Зачем это нужно? Ну, понятно, это такая штука, которая позволяет нам сгруппировать набор данных и работать с, ну, пачкой данных как с единым целым. Да, то есть, в каком-то смысле в данном случае у нас вот это P, оно внутри себя содержит одновременно как бы и X, Y и Z. зачем это может понадобиться? Я думаю, что вы примерно все себе представляете. Я лишь скажу такую вещь, что не следует... Ну, вот как-то я сталкивался с тем, что люди, когда пишут код, они как-то, ну, не знаю, часто пренебрегают вот такими вот мелкими структурками, которые позволяют, ну, не знаю, как сказать, сгруппировать данные, может быть, как-то упростить код. Потому что, ну, сейчас, давайте вот, допустим, про эту штуку скажем, да, что мы теоретически могли бы по программе всюду таскать X, Y, Z, как вот такие типа трипеременные, да, вот, но в этом случае у нас понятно, что функции, которые принимают как бы одну точку, они бы имели на два параметра больше, функции, которые принимают две точки, они бы имели на четыре параметра больше, вот, какие-нибудь функции, я не знаю, что-то типа скалярного произведения, да, у нас бы были вообще какими-нибудь совершенно-совершенно дикими, ну, по числу параметров просто. Да, то есть вот, ну, то есть понятно, что такая вот функция, как скалярное произведение, она бы имела просто там шесть параметров, да, понятно, что это неудобно. Я сталкивался с тем, что люди пренебрегают такого рода, ну, вещами, и вот прямо перечисляют, ну, типа там, не знаю, как бы, как сказать, просто не запариваются на эту тему, да. Значит, я сразу скажу, что, как бы, ну, если таким не пользоваться, то, во-первых, у вас получится просто, я ошибся, спасибо. Если такое не делать, то, во-первых, у вас есть шанс сделать ошибку, вот, ну, я приведу пример, вот это пример, как бы, из реального кода, из реальной программы. Вопрос сейчас, в чем различие между страктом и классом в плане возможности? В стракт, по умолчанию, мемберы все паблик, а в классах прайват. вот, ну, и наследуется стракт от всего паблик, наследуется класс, от всего наследуется правит. Это две единственные разницы между ними. Да, это все отличия. Вот смотрите, то есть, вы видите, что здесь, ну, в каком-то смысле, просто умножение во всем остальном они одинаковые. То есть, это пример, как бы, из реального кода. И вы видите, что здесь, как бы, ну, написано вот это вот, ну, фактически, в каком-то смысле, умножение матрицы на вектор. Вот. Но только такого, как бы, да, то есть, здесь у нас вектор, вроде как трехкомпонентный, но мы четвертую компоненту единичку дописали, да. И вот это вот, ну, прям заинлайнено, вы видите, да, сколько строчек кода. требуется. И понятно, что так же, как вот я здесь, когда писал, там, не знаю, вместо z написал x, вот если вы так пишете, то здесь легко ошибиться и, ну, как бы, понятно, перепутать индексы. Вот. Понятно, что можно было бы, да, вот написать это все, ну, вот просто в одну строчку. То есть, вот весь этот код, в каком-то смысле, да, он пишется вот просто в одну строчку. если у вас есть соответствующая структура, если у вас есть соответствующие, как бы, ну, соответствующие помогательные функции. Да. То есть, ну, здесь как бы понятно, что здесь как бы все-таки, вот в чате пишут, что можно было функцию вынести. Можно было вынести функцию в том случае, если у вас есть способ, как бы, сгруппировать вот эти данные. Если вы данные не группируете, то у вас будет просто огромная функция с каким-то диким числом параметров. Я здесь так скажу, что если вы видите, что у вас функция имеет какое-то безумное число параметров, то просто спросите себя, оправдали ли, что они все независимы между собой, что между ними нет какой-то взаимосвязи, что их нельзя как-никак загруппировать. Аналогично, скажем, если вы видите, что у вас одна и та же группа данных путешествует по программе вместе, что мы их здесь приняли, передали дальше, передали дальше и так далее, то тоже подумайте, может быть, здесь можно их объединить в структурку, чтобы таскать как единое целое. Это пример из реального кода. Я привожу вам. Еще одно применение структур – это для того, чтобы возвращать сразу несколько значений. Представьте себе, что вам нужно вернуть, в данном случае хорошо, там x, y, z, но представьте себе, что вам нужно вернуть сразу несколько значений, но в return-tip вы можете написать только один тип. Поэтому здесь тоже могут пригодиться структуры, вы просто заводите структуру, даете мемберам имена и возвращаетесь в структуру. Вот. Значит. Давайте прочитаем вопросы. Да. Так. Супер. Значит. Третий языковой конструкции, который… Давайте сразу, если, может быть, какие-то вопросы по поводу структур, то вы задавайте. А я покажу, наверное, еще один, как бы… Ну, еще одно, скажем так, применение структур, вспомогательное такое, да, которое тоже, в общем-то, достаточно любопытное. И вот смотрите. Ну, собственно, это как бы, это обсуждалка вот этой вот, вот этой статьи на реддите. Есть один чувак пишет, который… ну, я совершенно, в принципе, с ним согласен. Смотрите, в статье был такой пример. Можно мне, пожалуйста… Нет, здесь нет этого. То есть… Можно мне как-то отзумиться? То есть, смотрите, условно говоря, если у нас у функции какое-то совершенно дикое число параметров… Давайте я сюда просто скопирую. Если у нас у функции какое-то совершенно дикое число параметров, и она как-то вот сложно кастомизируется, да, то есть мы ей можем это передать, можем еще вот это передать, можем еще вот это передать, вот. то может быть, так, но мы про ссылки пока не знакомы, про консты мы пока не знакомы, поэтому давайте так сделаем. Собственно, как один из вариантов, это точно так же. Не делать функцию на 10 параметров, а, соответственно, позволить пользователю самому заполнить вот эту структурку с параметрами, вот, и в этом случае он когда заполняет, но он сам может указать, если ему нужно, он может указать, что каждый из этих булов имеет, что каждый из этих булов означает. Так, есть вариант, вопрос в чат, есть вариант делать анонимную структуру, например, я хочу вернуть конкретный набор данных из функции, которые я не хочу именовать, кстати, где-то далеко в другом месте. Ну, смотрите, да, то есть, как бы, теоретически анонимные структуры есть в языке, да, я бы так сказал, что, ну, то есть, в принципе, да, вы, ну, можете так сделать, вот, и использовать дальше просто авто вместо имени структуры. Я бы сказал так, что так не очень часто, ну, я не сталкивался, чтобы так вот прям люди постоянно так делали, поэтому, если вы так напишите, то, наверное, те, кто будут читать код, они немножко удивятся. Вот, но я думаю, что теоретически можно. Давайте попробуем просто это изобразить. Вот, сейчас, дайте я, может быть, новую ссылку на годболт сделаю. То есть, ну, как бы, я бы сказал так, что вот, если у нас есть какая-то функция, не знаю, там, например, фу, и мы решили, что она там много чего-то должна возвращать, какие-то, какие-то разные значения, да, там, целую россыпь разных значений, да. Вот, наверное, наиболее, не знаю, наиболее простой вариант – это вот такой. Вот, теоретически вы, наверное, можете сделать вот что-то в таком духе. Вот, type may not be defined, нет, не можете так сделать. Это поменялось, сейчас, а, потому что мы не дефиним эту функцию, да. Нет, сейчас. Давайте попробуем. Я почти был уверен, что можно так. Но это, наверное, чисто сишная штука. Ну, да. Чисто сишная штука. Поэтому, да, в плюсах нельзя. В плюсах нельзя, только в си так можно. Возможно, имелось в виду использование тапла. Ну, да, здесь… Значит, то есть, в принципе, да, если вам прям совсем вот лениво давать имена, вы можете использовать sd-tuple. Вот. Ну, по сути, tuple, как бы, это… Вы не даете имена, вы будете обращаться по номерам просто, да, к нулевому, к первому, ко второму. Я честно вам скажу, что, как бы, ну, как правило, да, то есть, так использовать, ну, так пользоваться этим сложнее. Потому что вам надо помнить, ага, нулевое означает вот это, ага, первое означает вот это и там подобное. А со структурой вы можете дать, ну, как бы, красивые имена каждому мемберу. Вот. Поэтому теоретически, да, теоретически, наверное, можно было бы просто использовать tuple, но tuple имеет вот такой минус, что неименованные у него компоненты. Окей. Значит, давайте третий топик у нас. Значит, третий топик – это мы поговорим с вами про указатели. Значит, вот когда мы, ну, когда вы, там, не знаю, писали, там, практику по ассемблеру, или когда вы, там, если вы делали домашку по ассемблеру, вот, то вы замечали, что мы можем взять, скажем, номер какой-то ячейки памяти, похоронить его в регистры, и дальше, как бы, ну, используя вот этот регистр, дальше обращаться, ну, по квадратным скобкам вот так, да, к памяти. Там, не знаю, таким вот образом. Вот, собственно, вот, чтобы, ну, аналогичные вещи выражать, там, в C, C++, существуют указатели. Как они, ну, наверное, проще показать, как они пишутся. Значит, нет, не так надо сказать. Сначала, наверное, стоит сказать, что вот указатель, он объявляется с помощью вот такой штуки, как звездочка, и он представляет из себя просто номер ячейки в памяти. То есть, вот это вот P, ну, можно думать об этом просто как, вот, ну, о нем можно думать, ну, почти как число. Вот. Значит, над указателями есть две операции. Значит, первая операция – это... Ну, то есть, вот, если у нас есть, давайте, не, давайте так, void test, например, да. Значит, первая вещь – это, значит, как создавать указатели. Вот если у нас есть какая-то переменная, допустим, A равно 42, да, то, чтобы создать указатель, мы можем воспользоваться вот таким вот оператором ampersand. Это называется взятие адреса. То есть, в каком-то смысле, ну, у нас вот эта переменная int, она лежит где-то в памяти, и вот с помощью вот этого ampersand A – это, как бы, такой вот указатель, который соответствует, ну, номеру ячейки в памяти, где лежит A. Вот. Говорят, что вот после такой операции у нас P теперь ссылается на A. То есть, вот этот указатель, он, как бы, теперь ссылается на эту переменную. Если мы хотим поменять значение, вот, по тому, куда P ссылается, то мы делаем вот такую штуку. То есть, это, как бы, разыменование указателя называется, да, то есть, это вот мы обращаемся к тому, на что он ссылается. И мы можем туда записать, например, 43. Вот после этой операции у нас A теперь равно 43. Понятно, да, что это такое? То есть, мы можем, в принципе, если у нас, например, есть какая-то переменная B, которая, я не знаю, и мы можем перенаправить P, ну, теперь, например, на B, да, то есть, вот после этой операции он, соответственно, у нас начинает ссылаться на другую переменную. Вот. И теперь мы можем записать туда, не знаю, 2. То есть, вот после этой операции у нас A теперь равно 43, после этой операции у нас теперь B равно 2. Значит, про указателя стоит сказать такую вещь, что, как бы, ну, поскольку это, как бы, просто номер чеки в памяти, то неважно, на какой тип они ссылаются, там, например, ссылается, там, не знаю, например, P1 ссылается на чар, какой-нибудь там P2 ссылается на int. Может быть, какая-нибудь структурка MyType. P3 ссылается на структурку MyType. Вот у них у всех, как бы, сайзов, ну, понятно, P1 равен сайзову P2, равен сайзову P3, да? Ну, это такое, как бы, что они все между собой равны, как бы. Ну, и они равны, как бы, размеру указателя, да? Самое время спросить, задать какие-нибудь вопросы, если есть вопросы. Ну, да, здесь я, как бы, делаю примеры с intime, да? Ну, смотрите, да, то есть это, как бы, я просто показываю языковые конструкции. Вообще, конечно, ну, то есть, то, что мы обсуждали в прошлый раз, оно, в общем-то, все применимо, да? Поэтому я говорил, что в тех местах, где у вас, например, если у вас данные не приходят из каких-нибудь там библиотечных существующих функций, да, то, наверное, а вы сами выбираете тип данных, то, наверное, стоит выбирать int фиксированной битности, да, там, int32t, int64t или что-то в таком духе, да? Вот. Ну, наверное, не знаю, давайте какой-нибудь... То есть тут считает размер указателя на память. Ну, здесь размер вот этой переменной считается, да? То есть, ну, в данном случае это будет, ну, сейчас у меня это будет 8. Ну, давайте, давайте сделаем, давайте эту программу, может быть, запустим даже. Мейна у меня нету. Давайте сделаем мейн. 8, 8, 8. То есть, как бы, ну, это понятно, да, что для указателя неважно, как бы, как сказать, на что он ссылается, да, на что бы он не ссылался, он сам занимает просто размер, ну, то, сколько у нас битность указателя. Ну, сколько у нас, вот, размер адресного пространства, да, в программе. Вот. Да, собственно, здесь вот в чате пишут на эту тему, что если у нас указатель на структуру, да, то как обратиться к тому, что там внутри. Значит, x, y. Значит, вот из того, что я сказал про разоминование, да, ну, следует то, что нам сначала нужно разоминовать указатель. После этого мы получили, вот то, что мы получили, это у нас, как бы, тип структурка. И теперь мы можем по точке обратиться, то есть, у нас, вот, например, точка x. Почему там? 42. Да, но здесь у нас указатель не проинициализирован, поэтому это запускать не стоит, потому что придет к ошибке. Вот, но, как минимум, скомпилировать я могу. Значит, вот такая конструкция, она встречается очень часто. И из-за того, что она встречается очень часто, соответственно, в языке для нее сделали короткую форму, которая называется стрелочка. Вот, как бы, вот эта запись и вот эта запись, это одно и то же. То есть, в каком-то смысле, стрелочка это такое вот разоминование, а потом обращение по точке. Вот. Наверное, здесь стоит сказать, ну, ответить на тот вопрос, который пролетал в чате в самом начале. Чем отличается, как бы, точка, вот, точка, стрелочка и двоеточие, двоеточие, да? Вот, точка, это то, что позволяет заходить внутрь структур. Когда у нас есть какая-то структура, там, не знаю, ну, давайте так. MyType c, да? c.x. То есть, точка, это то, что заходит внутрь структур. Стрелочка, это то, что применимо к указателям. Это то, что мы сначала разоминовываем, потом обращаемся по точке. Вот. Значит, а то, что я показал вот про двоеточие, двоеточие, оно используется, скажем, в тех случаях, когда у нас, ну, не какой-то объект, а когда у нас слева просто написан, скажем, тип или namespace, или, ну, там, класс, namespace, enum, что-то такое, что, ну, как сказать... То есть... Как бы, наверное, сказать... Ну, давайте, давайте, может быть, на Годболте проще пример привести. В чате пишут «подкаталог», да, в кавычках, да. Вот это очень хорошая аналогия, на самом деле, да. То есть, когда мы, как бы, не делаем никаких операций, мы просто, ну, просто у нас имя находится вот внутри какого-то другого скоупа. Я не знаю, это, кстати, да, «подкаталог» — это очень хорошая аналогия. Так, давайте какой-нибудь, не знаю, примерчик. Ну, мы просто еще про... Вот, ну, давайте, да, вот с enumami был хороший пример. Значит, там, допустим, не знаю, «red», «green», «blue». Ну, допустим, «fool». Можно мне... Вот, вы понимаете, да, что когда вот здесь вот мы обращаемся к этому green, как бы, мы не обращаемся к никакой структуре, да. То есть, у нас нет никакого объекта, внутрь которого мы заходим и тому подобное. Ну, есть ли какое-то объяснение, почему я сделал? Ну, потому что это разные операции. То есть, у вас, как бы, как сказать... Ну, просто я могу так сказать, что есть, ну, объекты, к которым вы можете применить и то, и то, да. Там, например, не знаю, как смарт-пойнтеры, да. Вы по точке обращаетесь к мемберам его самого, а по стрелочке, на что он ссылается. Вот. Поэтому здесь, как бы, ну, просто разные вещи. Почему типы не ссылочные по умолчанию? Ну, я думаю, что потому, что они моделируются так, как обычные инты. Вот. А обычные инты, они, ну, не ссылочные. То есть, если вы будете делать ссылочные типы, то у вас же, как бы, будут, получается, инты будут какими-то особенными в этом случае. Я думаю, что по аналогии с обстроенными типами. Окей. Значит, наверное, про структуру стоит еще такую вещь заметить, что, ну, вот, когда у нас есть структурка, да, то в, значит, ну, в памяти она будет лежать, просто, понятно, как такой вот, как бы у нас, она будет занимать 8 байт, первый 4 это инт, второй 4 тоже инт. Давайте, может быть, картинку нарисуем для такой структурки. То есть, вот, вот этот вот MyType, такой, так выглядящий, да, он устроен, ну, в каком-то смысле, то есть, он сам занимает, ну, как бы, 8 байт, и у него есть две части, вот, x и y, да, которые, каждый из которых по 4. Вот, ну, это можно увидеть, я не знаю, например, если я возьму комполер-эксплорер, я не знаю, там, допустим, struct MyType, и сделаю функцию, которая принимает, ну, например, указатель на MyType. Вот, смотрите, если я возьму, запишу в x, я не знаю, там, еничку, вы видите, да, что... Сейчас, смотрите, вопрос в чат, можете объяснить такую штуку, функция с вектором и ссылкой, что-то конкретно происходит. Давайте, как бы, ну, не в этот раз, здесь потому что ссылки, про ссылки мы сегодня говорить не будем, поэтому запомните просто этот вопрос и давайте в следующий раз, вот, или можно в этом, в Telegram-чатике задать у нас, я думаю, что там вам ответят. Ну, вот, смотрите, давайте две функции приведем, такая, и вот такая, которая, допустим, в Y записывает двойку. То есть вы видите, да, что, как бы, функция принимает, ну, по сути, просто указатель, просто вот число в каком-то регистре, да, и дальше, если вы пытаетесь обращаться, как бы, к первому мемберу, то она просто вот берет это число и к нему обращается. Если мы ко второму, к Y обращаемся, то надо сместиться на 4. Ну, понятно, ко второму элементу просто. Вот, то есть когда у нас указатель приходит на структуру, да, то он, как бы, ссылается вот сюда, вот в начало, в начало этой структуры. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, что, например, если бы мы приняли просто int звездочка p и попробовали разменовать, да, то, вот, обратите внимание, что, вот, функция f и функция h, они генерят один и тот же код. Ну, просто потому, что понятно, да, что запись в первой мембер структуры, что запись просто в int, ну, как бы, одно и то же, да. Окей. Давайте чуть более тонкий момент спрошу. Значит, тут, 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 давайте закомментирую просто. Сколько занимает вот такая структура? Какой у нее, чем у нее равен у нее сайзов? Во, мне не расходятся. То есть, кто-то считает, что 5, кто-то считает, что 8. А почему 8, может быть? То есть, 5 кажется разумным. 8 требует комментариев. Ответ действительно 8. Вопрос, почему так? Ну, вот здесь в чате правильно пишут ключевые слова. Значит, дело в том, что, как бы... Дело в следующем. Это связано с тем, как компилятор раскладывает, ну, компоненты структуры в памяти. Дело в том, что традиционно, ну, это мы говорим, так скажем, про то, что происходило там где-то до начала, ну, начала 2000-х и раньше. У процессоров была такая особенность, что они либо вообще не умели обращаться, скажем, вот смотрите, когда мы обращаемся к байту, мы можем обращаться к любому байту памяти. Когда мы, например, у процессоров была такая особенность, что некоторые требовали, чтобы, когда мы обращаемся, допустим, к инту, 4-байтному, то чтобы адрес, к которому мы обращаемся, он делился на 4. Ну, говорят, чтобы был выровнен на 4. То есть, когда говорят, что выровнен на 4, значит, адрес делится на 4. И, ну, огромное количество, там, не знаю, каких-нибудь, если вы там слышали на этих, на архитектуре AVM, там, всяких рисковских процессоров, они просто не поддерживали такую штуку. Ну, почему, ну, не выровняно обращение к памяти, они просто не поддерживали. Почему это так? Ну, потому что, я так понимаю, что, условно говоря, если у вас, я не знаю, если у вас, условно говоря, ну, процессор обращается к памяти, скажем, как бы, не знаю, к кашлениями, допустим, у него там, я не знаю, например, давайте гипотетически, что пусть, допустим, маленькое кашление, это 90-е годы, это 32 байта кашления. Вот, и, соответственно, у нас, там, не знаю, элементы, там, не знаю, 8-байтные. Вот, если он поддерживает только выровненные обращения, то, соответственно, у него просто один из этих четырех элементов нужно взять, а если он поддерживает невыровненные, то ему нужно брать вот любые, ну, понимаете, со всеми возможными сдвигами. Вот, и, соответственно, ну, что еще хуже, да, то, что мы можем пересечь границы каш-линии, да, то есть, и поэтому на одно обращение к памяти у нас может, нам может потребоваться процессору читать сразу несколько каш-линий. Как бы, что еще хуже может оказаться, что мы, например, пересекли границы страниц, и мы получим, как бы, на обе страницы мы получим TLB-миссы, то есть, процессору нужно будет разрезолвить, как бы, ну, оттранслировать адрес одной страницы, потом оттранслировать адрес другой страницы, потом это все собрать, короче. Вот, и, в принципе, можно понять их, почему на многих моделях, на многих архитектурах просто чуваки не заморачивались вообще и просто запрещали невыровненное обращение к памяти. Вот, x86 не такой, x86 позволяет, ну, и всегда позволял обращаться невыровненно, то есть, вы можете обратиться, там, не знаю, какому-нибудь 8-байтному значению, который не делится на 8, это отработает. Вот, но традиционно процессоры от этого работали, ну, чуть медленнее эту операцию исполняли, вот, потому что им там нужно было, ну, какую-то дополнительную машинерию сделать, вот, при обращении. И по этой причине, как бы, все компиляторы, они выравнивают, ну, данные в памяти. То есть, например, если у нас мы кладем int, то они стараются делать так, чтобы этот int, как бы, его адрес делился на 4, да, чтобы он был выровнен. Сейчас ситуация немножко изменилась, то есть, почти, ну, на большинстве моделей современных процессоров невыровненные обращения, они такие же дешевые, как, ну, почти такие же дешевые, как выровненные. Вот, но сохраняется вот эта вот цена, то, что, условно говоря, они обращаются, там, к большему числу кашлений, что они могут получить, там, типа, надо 2 кашлений, ну, 2 обращения к памяти делать, если мы попали на границу. Или, например, что, может быть, там, 2 TLB мисса вместо 1 и там подобное. Вот, по этой причине, насколько я понимаю, что сейчас, как бы, ну, польза от вот этого выравнивания данных, она по-прежнему есть, просто причина более тонкая, чем была раньше, да, если раньше это было, ну, просто операция дороже, да, то теперь операция дороже, там, в более сложных случаях. Вот, ну, поэтому, да, поэтому, значит, можно здесь картинку нарисовать, как, как вот эта структура выглядит для, ну, в памяти, то есть, эта структура занимает 8 байт. То есть, вот, давайте я здесь нарисую, значит, вот это все 8, соответственно, последние 4, это просто бэшка. Вот, а первые 4 выглядят таким образом. У нас здесь лежит чар, а вот эти вот 3 байта, это пэддинг. То есть, такая забивка, где, ну, не хранятся никакие ценные данные, а нужен просто для того, чтобы выровнять вот это вот B. Это вот, то, как выглядит такая структура в памяти. Давайте чуть более тонкий вопрос. А вот, как выглядит такая структура в памяти? Какой у нее сайзов? Наверное, так проще вопрос. Какой сайзов у такой структуры? Ну, вот опять мне не разделяются, да, то есть, кто-то говорит 5, кто-то говорит 8. Ну, вот, 5 я понимаю, а вот 8, может кто-то объяснить, почему 8. Давайте я пока скомпилирую и запущу. Ой. Ну, 6, ну, 6 вот совсем не пойму, откуда возьмется 6. Значит, оказывается, что тоже 8. Значит, но здесь как бы причина, по которой почему не 5, в общем-то, достаточно непонятная. Да, то есть, как бы, казалось бы, почему не 5. Но ответ, на самом деле, дело в том, что сайзов, он говорит размер в памяти, ну, необходимый для структуры, да, вот, как бы, если ее ложить в массив. То есть, сколько будет занимать такая структура, как бы, лежа она в массиве. И понятно, что если после такой структуры положить еще одну, то нам, ну, мы не можем их, как бы, через 5 положить, нам нужно уложить через 8. Вот. И это, собственно, то, что мы, как бы, видим здесь. То есть, layout у нее будет вот такой. Layout у нее будет A лежать здесь, потом будет лежать B, и потом Padding. Вот. Окей, хорошо. И, наконец, совсем сложный вопрос. Так, а если struct int A, int char B и char C? Вот, если такая штука. Размер будет тоже, нет, размер будет тоже 8. Тоже 8. А выглядеть она будет, давайте нарисуем здесь. У нас будет, соответственно, A, потом у нас будет B, потом у нас будет C, и уже только 2 байта Padding. Так, в чате спрашивают. В стандарте указаны конкретные цифры alignment, requirement, или описание, как их определить, получить? А то я встречал, лишь эти ограничения есть, но не их описание. Нет, в стандарте этого нет. Смотрите, стандарт вообще, как бы, ну, сейчас, здесь больше так сказать. Что, как бы, в каком-то смысле, да, то есть, в стандарте указано то, что программист может ожидать от любой реализации. Вот. И поскольку реализации бывают такие, которые там, у которых int такого размера, int и сякового размера и тому подобное, то в стандарте у вас не прописаны конкретные размеры intов, ну, и, следовательно, не могут быть прописаны конкретные какое-то требование к выравниванию. Вот. Требования вот ко всем этим таким штукам, они прописываются в другом документе, который называется EBI. Вот тут есть, давайте, статью в Википедии, определение, что это такое. Условно говоря, это такое правило, которое говорит, ну, это такой документ, который описывает, вот, все, что необходимо, как бы, какому поведению должно удовлетворять скомпилированная программа, чтобы она могла взаимодействовать с другими такими программами, да, то есть, ну, если она хочет, например, вызывать функции в других библиотеках, например. Там прописаны размеры intов, как вызывать функции, как возвращать возвращаемые значения, какие регистры можно там портить при вызове, какие нужно сохранять значения. Там требования к каким-то, не знаю, выравниванию стэка к редзонам, к layout структур, как, там, если мы про C++ говорим, да, там, как манглить имена, как бросать исключения, layout вот этих RTI структур и тому подобное. Вот это все прописывается в документе EBI. Значит, под Linux есть такая штука, называется x86API. Давайте мы попробуем сейчас. Там PSAPI сейчас вот. Ну да, вот эта штука нам подойдет. Можно нам ссылочку, пожалуйста. 157 страниц. Достаточно большая штука. Там вот function calling sequence. Потому что здесь надо понимать, что функция, как бы, вот там же понимаете, да, что вы можете функцию вызывать, условно говоря, передовая структуры и там подобные вещи. Вот. И, соответственно, в этом документе все прописано, как должно работать. То есть, как там устроен стэк при вызове функции, как передаются параметры, что пушится в стэк, что в регистрах передается и там подобное. Вот. Ну, то есть, вот вы видите, да, там правило. Много страниц. Ну, короче, описание всякого. Вот. Поэтому, как бы, в стандарте это не описано, но вот в таком вот документе это описано. Так. Напрос в чат. Ага. То есть, если чаров будет 5, то уже будет 12. Абсолютно верно. То есть, как бы, ну, понятно, что с четырьмя чарами у нас будет вот это ровно 8. То есть, у нас не остается пэддинга. Если мы добавим еще один, то у нас опять, как бы, ну, он вылезет, как бы, за край. И поэтому опять будет 3 байта пэддинга с краю. Поэтому будет опять 12. Так. Size of int char int char. Хороший вопрос. Значит, int char int char. 16. То есть, понятно, как устроено, да, int, потом char, потом 3 байта пэддинга, опять int char, 3 байта пэддинга. Здесь возникает вопрос, не может ли компилятор, как бы, переупорядочить поля. Доброго дня, доброго дня. Вопрос, не может ли компилятор как-то переупорядочить поля, так, чтобы эти чары положить вместе, да, и, типа, сэкономить на размере. Я, если честно, всегда считал, что он имеет право так делать. Ну, просто не делают, ну, потому что компиляторы, как бы, так устроены. Но, в принципе, что им ничего не мешает. Но вот, сравнительно, недавно я узнал, что, как бы, там есть специальные правила сишные, которые говорят, что, типа, структура... Я не знаю, не скажу точно эти правила, как бы, но они как-то связаны, например, с сэкономить. То есть у нас есть структура, вот, типа, такая, и структура, которая имеет такой же префикс. Вот. То они, вроде как, должны... Ну, там, что как-то их можно вот одну в другую приводить, и это должно как-то работать. Вот. Я не скажу точно, как эти правила, ну, как бы, перевелись, вот, в C++, потому что в C++ у нас появляется, как бы, там, в таблице виртуальной функции, там, подобное. То есть, может быть, это только для подов в плюсах работает. Ну, короче, как бы, я думаю, что вот это правило, оно как-то ограничивает возможности для переупорядочивания типов в компиляторах. Вот. Но, как правило, компиляторы, ну, не делают никаких переупорядочиваний, они просто кладут мемберы вот в том порядке, в котором они написаны. И, кстати, по этой причине, например, да, вы можете, в некоторых случаях просто переупорядочив мемберы, вы можете уменьшить размер структуры. Так, вопрос в чат. Структу двух даблов дает 16. Абсолютно верно. Структу двух даблов дает 16. Окей. Я не знаю, к сожалению. То есть, это надо, ну, это надо играться. Я так сходу не готов вам сказать. Так. Ладно. Переходим к следующей. К следующей вещи. Значит, следующая тема – это массивы. Значит, я думаю, с каких лучше начать. Давайте начнем с обычных. Значит, существовали в языке C, и в плюсах они перешли без изменений, встроенные в язык массивы. Значит, наверное, проще сказать, показать, как они пишутся. Вот, например, если мне нужен массив из 10 интов, то я могу написать вот так. Ну, и дальше я могу с этим работать, там, не знаю, обращаясь к элементам. Значит, иногда студенты спрашивают, а правда ли, что массив – это, типа, отдельный тип, полноценный? Не является ли это просто указателем? Значит, и, как бы, ответ на это, что нет, массив – это отдельный тип, в общем-то, никак не связанный с указателем. Ну, такой же отдельный, как, не знаю, как вот, там, не знаю, указать там тип функции, да, и тип, не знаю, и инт, да. Но есть, скажем так, несколько особенностей у них. Ну, вот, я так скажу, да, что я, например, не уверен, что, допустим, если у нас есть, допустим, какая-нибудь там, не знаю, полиморфная структурка с какими-нибудь там виртуальными функциями, то мне кажется, что вполне себе компилятор мог бы переупорядочивать мемберы как угодно, но они это не делают. Вот. И, как бы, вот аргумента, почему они это делают, я, честно говоря, ну, мне в голову ничего не приходит, кроме того, что, может быть, они вначале так реализовали и с тех пор не хотят менять. Вот. Ну, да, кстати, здесь, наверное, да, да, это, кстати, вот, спасибо, что мне напомнили. Действительно есть такой аргумент, скажем так, как работают, вот, как иногда структура используется, да. Допустим, мы держим, ну, у нас лежит файл, я не знаю, там, какая-нибудь, какие-нибудь бинарные данные, и мы, чтобы с ними работать, мы описываем, условно говоря, структуру, которая будет как-то, вот, соответствовать, ну, формату вот этих бинарных данных, которые там лежат, и дальше мы просто читаем данные этого файла, кастуем их к этой структуре, и дальше работаем уже с конкретными мемберами. Вот. В этом случае, если компилятор будет просто так переставлять местами мемберы, то такой код может, конечно, сломаться. Вот. Поэтому я думаю, что это еще один аргумент, почему компиляторы не ломают, ну, почему компиляторы не стараются так делать. Вот. Ну, тоже здесь можно возразить, сказать, что, типа, ну, просто не надо полагаться на пэддинг, да, то есть, если вы хотите положиться на пэддинг, ну, явно напишите структурки. Сейчас, что вы имеете в виду, это не то же, что ABI. Что имеется в виду, что не то же, что ABI. Ну, скажем так, да, то есть, понятно, что запрет, ну, перевопорядочивание вот в том, как компиляторы сейчас работают, да, он идет как бы из ABI, да, но ABI-то был написан разработчиками компиляторов, поэтому вопрос, почему он был таким написан. Вот. То есть, да, и здесь еще такой момент хочу сказать, да, что, что здесь, в общем-то, ну, тоже, как бы, в принципе, можно было бы переупорядочивать даже на стыке между библиотеками и программами. Просто главное, чтобы они переупорядочивались всегда одинаково, да, то есть, как бы, если оно переупорядочивается одинаково, то оно, в общем-то, и будет работать. Ну, не знаю, да, то есть, короче, у меня нету прямо вот такого жесткого объяснения, почему они не переупорядочивают, и почему это нельзя. Вот. Окей. Значит, возвращаясь к массивам. Значит, Почему, как бы, иногда у людей возникает путаница, связанная с тем, что массивы, как будто бы, что, типа, массивы как-то с указателями связаны. Значит, это непонимание может возникать, ну, это путаница может возникать по двум причинам. Первая причина заключается в том, что массивы, они неявно приводятся в указатели. То есть, если я сделаю вот так вот, то это компилируется. И это означает, ну, что-то примерно, ну, это в каком-то смысле эквивалентно взять у адреса нулевого элемента. То есть, вот эта штука, это, в общем-то, то же самое, что вот эта. Я думаю, что вот эта вот путаница, да, то, что массивы, ну, так вот, неявно приводятся в указатель. Это добавляет такого, как бы, ну, что у людей, люди начинают думать, что, может быть, массивы, они и есть указатели просто. Второй момент, который тоже может приводить к сложностям. Это следующее. Вот когда мы, если мы пишем массивы, традиционно все, они не копировались. Поэтому, если бы мы писали массив в параметре функции, то такую функцию бы просто нельзя было вызвать. Потому что, ну, массив не копируемый, соответственно, это просто не, ну, как бы, как вызвать, не скопировав параметры, да. Поэтому в C есть такое правило, что если у вас параметр имеет тип массив, то компилятор его, как бы, говорят, декеет и превращает вот в такой вот параметр, который является указателем. То есть каждый раз, когда вы пишете массив в параметре, то на самом деле у вас компилятор заменяет его на указатель. Такое вот переписывание. Ну, не знаю, здесь, наверное, в год болте это даже можно увидеть. Давайте попробуем. Ну, вы видите, да, что вот имя функции, которое в результате получилось, да, оно in звездочка. Хотя здесь я вроде как написал массив. Если я попробую, не знаю, перегрузить функцию, то он мне скажет, что чувак, у тебя у тебя redefinition. Потому что это, как бы, потому что на самом деле, как бы, ну, просто массивы, они никогда не могут быть в параметрах, поэтому компилятор их превращает в указателе. Вот. Значит, моя вам рекомендация. Значит, вот поскольку есть вот такое вот преобразование, которое компилятор делает, то, пожалуйста, не надо никого путать и просто не надо вот так вот писать. То есть всегда пишите просто просто указатель. Вот таким вот образом. Вот. окей. Значит, с указателями, которые приходят вот такие вот, ну, указатели на элементы массива, с ними можно делать всякие дополнительные операции. Ну, например, да, то есть, может быть, вы слышали про такую штуку, как арифметика указателей. А такая запись ин квадратные скобки нет, квадратные скобки они пишутся после имени перемен. Значит, например, если вы, допустим, сделаете, допустим, инкремент указателю, то это как бы то же самое, что перейти к следующему элементу массива. То есть вот после этой операции у вас теперь p начинает ссылаться на как бы первый элемент массива. То есть изначально ссылался на нулевой, а теперь на первый. Если мы скажем, например, p плюс равно 4, то теперь p ссылается уже на пятый элемент. Обращение к элементу массива. Ну, смотрите, значит, сейчас давайте полный, полный комплект операций проговорю. Собственно, те, все операции, которые вы, ну, дайте перечислить просто, какие операции применимы указателем. Значит, это инкремент-декремент, разумеется. Это всевозможный плюс равно минус равно. Также вы можете делать, соответственно, там плюс какая-то чиселка. Давайте просто n буду в качестве чиселки использовать. p минус n, n плюс p. И здесь может быть еще такой вопрос. Вот если у меня есть два указателя, ну, допустим, у меня есть q теперь сделаем. Что означает, как вы думаете, что означает p минус q? что означает разность двух указателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не совсем. Да, разность в шагах. Разность индексов в массиве. То есть в данном случае у нас p как бы ссылается на пятый элемент, а а, соответственно, ссылается на второй. Поэтому после этой операции у нас div равен трем, соответственно. 5 минус 2. То есть это разница числа элементов. Ну, например, не знаю, давайте покажу какую-нибудь вещь. То есть, int.b. Причем здесь... Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь именно делается вот это деление на 4. То есть все вот эти операции, работающие с указателями, они оперируют не байтами, а элементами. Ну и вообще, такие вот операции с указателями вы можете делать, если у вас там массив какой-то. То тогда имеет смысл по нему ходить. Если там не массив, то там непонятно, что эти операции могут означать. И в частности, одна из операций, которую указатели поддерживают, это операция обращения по индексу, то есть pn. Которая просто определена как эквивалент вот такой штуки p плюс n. То есть мы как бы сдвинулись на n штук куда-то и потом разминовали. Поэтому, если вы принимаете вот так вот, ну, например, бывают некоторые функции, которые там принимают, не знаю, data size, вот, то, соответственно, вы можете дальше работать. Ну, в таком виде. Вот. Не знаю, какой-нибудь полностью пример вместе с вызовом можно привести, например, не знаю. Так, тык. Окей. Значит, с массивами вот есть такая сложность. Смотрите. Как бы указатели, они в каком-то смысле пишутся вот как бы слева от p. Ну, от имени переменной. А, соответственно, массивы, они пишутся... Сейчас, в качестве периода. Ну, смотрите, 2n это же просто число. Поэтому, ну, просто вот это число посчитается и дальше вот оно вычтется из p, да? То есть, это все, да. Такая штука p, n работает для указателя любого типа. Ну, она не работает по естественным причинам для указателя на void. Я думаю, что она не работает для указателя на функции. Но мы сейчас пока и про это не говорили еще. Но я думаю, что указатель на функции не будет работать. Она будет не работать для указателей на incomplete типы. Ну, мы тоже пока не говорили про incomplete типы, поэтому... Вот. Окей. Вот, смотрите. С указателями и массивами есть такая любопытная сложность. То, что звездочки вот эти, они как бы пишутся перед именем, а массивы, они пишутся после. Вот если я напишу вот такую штуку, то как вы думаете, что это такое? Это массив указателей или это указатель на массив? Вопрос в чат. То есть, выходит, что оператор минус перегружен для массивов? Не совсем. Там происходит следующее. Если вы применяете как бы минус для массива, то получается, что массив превращается в указатель, и дальше вы делаете уже для указателя получившегося минус. Значит, в чате пишут, что это массив указателей. Ну, да, абсолютно верно. То есть, на самом деле, как бы, ну, правила языка сформулированы таким образом, что эта штука определяется как бы как массив указателей. При этом, если нам по какой-то причине понадобилось бы в другую сторону, то есть, что сначала как бы мы хотим именно указатель на массив, то мы могли бы показать это скобками. Вот в таком вот виде. То есть, вот Y здесь, это уже как бы указатель на массив. Ну, и вот при чтении такого рода конструкций, я не могу сказать, что они прям супер-пупер часто возникают в программировании. Как бы, но в некоторых случаях, как сказать, вы можете столкнуться, например, если там, не знаю, какие-нибудь указатели на функцию пишутся. То есть, они имеют вот примерно такой синтаксис. Вот. Давайте я попробую показать, как вот такой вот синтаксис работает, ну, как бы с указателями массивами, как он работает в общем случае. То есть, в общем случае в языке оно выглядит, ну, вот, если бы такой совсем нежизненный, но такой вот пример. Давайте я вот даже в год болт это вставлю. То есть, вот такая вот конструкция. Давайте мы сейчас здесь, чтобы было видно, где края у этой штуки. То есть, в общем случае конструкция, ну, как бы, выглядит вот таким вот образом, да, ну, причем, как бы мы, то есть, у нас есть вот эта переменная, у нее есть какие-то суффиксные модификаторы для типов, да, ну, деклараторы типов, есть какие-то префиксные, и, соответственно, можем использовать скобки, чтобы показывать вот этот вот, ну, не знаю, приоритет. Типа. Вот. И правило здесь такое, да, что, как бы, суффиксные, они имеют больше приоритет, чем префиксные. Поэтому у нас здесь вот это а, это на самом деле массив. То есть, это массив из десяти массивов, да, дальше элемент массива, это что такое? Это массив из двадцати, массивов из тридцати, указатели, на указатели, на указатели. То есть, читается это вот в таком порядке, то что сначала мы идем здесь, потом мы идем, ну, сначала вот так читаем, потом 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 вот так читаем. Вот. Я не думаю, что вы столкнетесь с какой-то такого рода конструкцией, да, но если вы, ну, как бы, вам понадобится прочитать что-то более простое даже, то чтобы помнить, в каком порядке читать, то помните, что сначала читаются суффиксно и имеют больший приоритет. Может быть, еще вам, чтобы проще в этом ориентироваться, вы можете думать об этом следующим образом. Представьте себе, что я хочу обратиться к этому А. Это трехмерный массив, указатель на указатель на указатель, трехмерных массивов, указатель на указатель, трехмерных массивов и так далее. Как мне обратиться к А? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Я сказал, что А у нас это как бы массив, поэтому, чтобы к нему обратиться, надо в каратных скобках что-то написать. Массивов. Еще так же. Массивов. Еще так же. Теперь, то, что получилось, это указатель. Теперь его можно разменовать. Дальше то, что получилось, это опять массив. Но проблема в том, что суффиксные операторы имеют больше приоритет, чем префиксные. Поэтому, чтобы приоритет операций не сломался, надо поставить здесь скобки. И получается ровно то же самое все. Опять здесь скобки. И вот это имеет тип int. То есть, видите, что это абсолютно… Я здесь пробел поставлю, чтобы оно все в одну строчку не сливалось. Вот как вы можете видеть, да, что вот этот синтакс и вот этот синтакс, они абсолютно совпадают. Для чего звездочка? Ну, звездочка это как бы… Ну, здесь звездочка это означает, что это указатель, а здесь звездочка означает, что это мы разменовываем. Вот. Давайте еще какой-нибудь вопрос задам вам. Значит, то есть, как бы, да, вот, ну, можете, как бы, еще раз, да, если у вас вот будет путаница с тем, как пишутся такие декларации, в общем случае, вы можете всегда просто вспоминать, как пишутся, ну, обычные, вот, обычные ароматические выражения. И, соответственно, помнить, что суффиксные операторы, они имеют приоритет над префиксными. А синтаксис, он полностью совпадает. Давайте еще такой вопрос задам. Вот представьте себе, что я хочу сделать свое ощущение. Я хочу вот эту штуку, вот эту вещь, затайпдефить. То есть, я хочу сделать какой-нибудь тип myType, который, вот я хочу затайпдефить myType таким образом, чтобы он, ну, соответственно, как бы, сделал a вот таким вот типом. Как мне это написать? То есть, как написать вот такой typedef на myType, да? Как написать на него typedef, чтобы myType a объявляли, вот, ну, делали, объявляли перемены такого же типа, как вот в комментарии. Кто скажет? Что такое typedef? Ну, мы же говорили по поводу этого. Мы же говорили по поводу, когда мы говорили про типы в стандартной биотеке, мы говорили, что вот там всякие int32t, int, там что-нибудь, они просто typedef на какой-то встроенный тип. То есть, ну, typedef это способ написать алиас для существующего типа, то есть, дать название существующему типу. Ну, вот здесь вот пишут, что typedef что-то там, что-то там, myType. Не совсем так. Дело в том, что, как бы, ну, действительно, в простых случаях, да, вы могли бы подумать, что это что-то, ну, typedef пишется как бы вот так вот, что у нас тип слева, а имя переменной справа. Вот, но на самом деле, как бы, как вы обратили внимание, например, с массивами, да, что у переменных, да, у них тип совершенно не слева, да, у переменных тип пишется тоже как бы вот этот вот массив, он как бы тоже пишется справа от имени переменной. Вот на самом деле typedef, они используют ровно тот же самый синтексис, что и переменные, то есть, ну, понятно, да, что просто мы вместо имени переменной здесь пишем имя типа, который мы хотим. Да, вот. Соответственно, вот. Вопрос в топ. А typedef вообще нужен, когда есть using? Скажем так, я бы сказал, что особо не нужен, вот. Я бы, конечно, всячески рекомендовал использовать using. Ну, просто вот раз уж мы заговорили про вот этот синтексис переменных, да, то typedef, он имеет как бы тот же самый синтексис, что и у переменных. У using-ов там немножко другой синтексис, поэтому мне просто, чтобы сейчас про него не говорить, вот. Но вообще, как бы, да. Вот. Define, он здесь не поможет. Define вообще, ну, не надо использовать для этих целей. Мы поговорим про препроцессор, и когда будем говорить, мы будем говорить, что не надо использовать define. Значит, что могу сказать? Значит, вот дальше мы будем разбираться там с синтексисом, ну, всякие новые типовые конструкции вводить. Там, например, у нас будут функции, да. Вот я могу сказать, что, например, вот вместо квадратных скобок здесь точно также может стоять, например, не квадратная скобка, да, здесь может стоять int, и тогда это будет означать, что это функция. Или, например, я не знаю, там вместо, вот здесь вот, например, вместо указателя может стоять, там, не знаю, если все присутствует, будем говорить, то у нас будет стоять вместо звездочки ссылка. То есть, как бы, вот эти ссылки, они ставятся, как бы, на те же самые места, что звездочки. Да, вот функции, они ставятся на те же самые места, что и массивы. Вот. Поэтому, например, когда мы пишем, я не знаю, например, int звездочка f, там, не знаю, от int, и int звездочка a от 10, то вот, обратите внимание, да, что здесь, давайте бы, обратите, пожалуйста, внимание, да, что вот, как бы, вот этот, ну, как бы, массив, он, соответственно, понятно, как сказать, стоит, ну, на том же месте, что и вот этот, вот, вот эти параметры. Вот. Окей. У нас закончилось время на сегодня. Вот. Мы с вами не поговорили про указатели на функцию, но я думаю, что это мы сделаем просто в следующий раз. Вот. А сейчас, соответственно, у вас будет перерыв перед практикой. Так, давайте, если у вас какие-то вопросы, я отвечу на вопросы. Вот. И закруглимся. Давайте почитаем. Значит, так, вопрос номер один. Значит, давайте я вас копирую, чтобы было видно. Значит, у нас есть вот такой вот массив массивов. Разве операция звездочка что-то разоминовывает? ну, смотрите, здесь, давайте попробуем. Смотрите, что здесь происходит. Здесь происходит следующая вещь. У вас, вот, когда вы вот так вот разоминовываете здесь, да, вот эту звездочку делаете, то на самом деле, что здесь происходит? Вы конвертируете, как бы, вот этот вот, ну, понятно, массив нельзя разоминовать, но указатель можно. Поэтому, что здесь происходит? Это здесь массив превращается в указатель. То есть, вы сначала берете вот этот массив, и вы его превращаете в указатель, получаете, как бы, указатель на, вот, на нулевой элемент вот этого вот, внешнего массива. И дальше вот эта звездочка, она разоминовывает вот этот указатель на нулевой элемент, и получает, как бы, ну, вот сам этот нулевой элемент. А дальше то, что вы здесь делаете, это вы опять неявно конвертите массив в указатель. То есть здесь происходит два неявных приведения. Здесь одно неявное приведение внутри А, и второе неявное приведение по самому равно получается. Вопрос в чат. Правда ли, что массив это то же самое, что указатель? Нет. Я про это и говорю, что массив это не то же, это другой тип, это отличающийся тип. Но есть некоторая путаница из-за того, что, во-первых, А, они неявно приводятся в указатели, и Б, когда они написаны в параметрах функции, то они дикеются до указателей. Из-за этого может возникать путаница, что вроде как они... Правда ли, что это отдельный тип? Ну вот, нет, это отдельный тип, просто вот с такими двумя особенностями. Так, вопрос в чат. Указатель на функцию может быть невалидным? Да, конечно, может быть невалидным. Ну, во-первых, он может быть нулевым. Во-вторых, он может... Быть неинициализированным. Вот. И, ну, наверное, это такие... Две основные причины, по которым он может быть невалидным. Вот. Звездочка. Правда, существует несколько исключений, когда массивы не заводятся до указателей, а копируются. Ну, да. Здесь вот есть всякие такие тонкости. Например, что, типа, я не знаю, там... Массивы сами по себе, они вроде как не копируемые, да. Но когда у нас массив лежит в структурке, то структурка все равно копируемая. И она просто будет, ну, по компонентам копировать массив. Вот. То есть, такого рода вещи. Ну, я думаю, что... Я думаю, что мы в следующий раз скажем, почему не надо пользоваться этими массивами, и почему, и как надо делать. И вообще забудем про массивы. Значит, можете рассказать про касты указателей одного типа к другому. Int, short, например. Ну, да, смотрите. Значит, здесь, конечно, на эту тему я серьезно... Нам просто сейчас не хватит времени, чтобы это ответить. Имеется в виду массив. Тогда я вас не понял. Но, смотрите, значит, я так скажу, что если у вас есть какой-то указатель одного типа, и вы его, вот, просто попытаться его привести, ну, поэтому он не приведется, потому что это разные типы. Вот. Теоретически, с помощью каста вы можете такую вещь провернуть. Я сразу скажу, что, значит, не надо пользоваться этой техникой. То есть, ключевое слово здесь, которое надо гуглить, это undefined behavior. И... Ну, и strict aliasing. Поэтому я бы так сказал, да, что... То есть, такую технику, да, то есть, как бы переинтерпретировать, как бы, одни типы, как другие, и работать с их памятью. То есть, теоретически, это... Ну, можно такую технику использовать. Вот. И она иногда используется. Вот. Но, чтобы это делать, нужно... Это надо делать очень осторожно. И... Как бы... То есть, вот, если я просто возьму и начну сейчас разименовывать q, то это будет ошибочный код. Это будет некорректный код. Из большего, меньше точно не стоит. Оно, я так скажу, да, что из никакого в никакое не стоит, да. Вот. Но в некоторых случаях, как оптимизация, там, в каких-нибудь низковой уровень вещах, оно может применяться. Просто там нужно быть... Просто нужно с этим, ну, короче, немножко осторожно работать. То есть, вот я говорю, да, разименовывать... Разименовывать его нельзя. Вот это надо понимать. Что, скастовать вы можете, вот разименовывать уже нельзя. Вот. Ой. Показать ли это? Так, ну, ладно. Раз вопросов не осталось, давайте... Тогда на сегодня закругляться. Вот. Да, практика в 13.30 у вас будет. Значит, int const... Смотрите, вы кастуете здесь тип. То есть, это то же самое, ну, как сказать, вот ровно то, что я сейчас сказал, да. То есть, работать дальше с этим указателем P, разименовывать его, это ошибка. Вот. Собственно, если вы хотите с ним как-то работать как шортами и там подобное, принтерпретировать как шорты и там подобное, да, то здесь, ну, нужно будет, как бы там... Это отдельная тема, которую надо обсуждать. То есть, по-простому вы можете считать, что, ну, так делать просто не надо и все. Обед начинается... Ну, это сейчас. Если преподаватели практики это в чате сейчас, то, может быть, они могут сказать, нормально им перенести или нет. Ну, это вы, короче, с ними договоритесь уже, потому что я... Вот. Окей. Значит, Итак, значит, спасибо за внимание. Всем удачи на практике. Вот. И тогда до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok